Музыка окружает нас везде. На улице, в магазинах, дома или на работе. Разные мелодии способны влиять на наши эмоции, могут улучшить настроение и даже мотивировать. Музыка воздействует на все органы чувств. И на зрение, и на слух, и на сезание. Здесь приходится работать обоим полушариям. Это происходит постоянно. Это, собственно, двигает человека вперед. Занятие музыкой, будь то пение или игра на музыкальном инструменте, улучшает фокусировку внимания, рабочую память, выносливость и терпение. Как у детей, так и у взрослых улучшается воображение. Нет такого понятия, что кому-то дано, кому-то не дано. Заниматься может музыкой каждый в той мере, в которой ему нужно. Это не обязательно идти в школы, не обязательно идти в вузы и так далее. То есть музыкой нужно заниматься всем, потому что это часть духовной нашей культуры. Это, опять же, как я и говорю, это и развитие человеческого организма, человеческого мозга, что очень важно. С годами музыка не теряет своей значимости, а, напротив, музыкальная индустрия развивается и становится более доступной, качественной и разносторонней. Екатерина Шмакова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.